Так, открывали второй фестиваль «Благовесту моря». На сцене Государственный оркестр русских народных инструментов «Метелица» из Санкт-Петербурга. Колокольный звон добавляет в музыку глубины и одновременной экспрессии. Это активно использовали многие мировые классики. Вместе с тем сами звонари оперируют не нотами и мелодией, а ритмом, темпом и характером. А колокольный звон называют молитвой в звуке. Отец-настоятель сказал так, ты, 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 ты учиться. И мы пошли учиться. Ну, как в церкви принято, что если отец-настоятель благословляет, то все за послушание идет. Святослав из Ставропольского края, как говорит сам, молодой в колокольном звоне. Восемь лет назад прошел специальные курсы, теперь постоянно совершенствуется. По его словам, фестиваль – это не конкурс, а скорее содружество, в котором каждый приносит свое и отдает народу. Всего в Анапа приехали звонари из 16 городов России. Вообще супер. То, что мне нравится. Еще море теплое. Люди очень добрые, все приветливые. Нас прекрасно принимают. У нас большую благодарность организаторам фестиваля, кстати. Хочу передать от своего, думаю, не только от своего имени, а в принципе от всех наших ребят. Потому что люди приезжают, но как бы мы даже не знаем, куда мы едем каждый раз. То есть мы приезжаем, нас могут на топчан постелить там где-нибудь, там еще где-нибудь. А тут раз и полный комфорт, все замечательно, мы очень рады. Здесь же монастырский хлеб, почти рядом на открытой площадке, сменяли друг друга более двух десятков казачьих коллективов. Ярмарка, которую развернули на улице Горького, продолжила этническую тему. Свои работы представили ремесленники со всего города-курорта. Субтитры создавал DimaTorzok